ОРВИ и грипп наступают. Специалисты Роспотребнадзора за последнюю неделю отмечают рост количества заболевших респираторными инфекциями. За помощью к врачам по области за 7 дней обратились почти 9 тысяч человек, что намного больше, чем в начале февраля. И дальше цифры скорее будут расти, прогнозирует управление Роспотребнадзора. И уже озвучили результаты лабораторных исследований. В структуре положительных находок выделяются все-таки вирусы негриппозной этиологии, хотя и увеличилась активность вирусов гриппа А. Это находки в Орске и Оренбурге. Ждем, что к концу февраля заболеваемость повыше будет превысить эпидемический порог. Задержалась заболеваемость, потому что за счет морозов было разобщение детей, которые как раз и являются основными, так скажем, источниками заболеваемости. Количество заболевших в двух детских садах привели к карантинным мерам. В каждом из них, а это 66-й сад и 195-й, закрыли по одной группе. Что сейчас предпринимает руководство дошкольных учреждений и насколько объявлен карантин, смотрите далее. 195-й детский сад Оренбурга. Воспитанники второй младшей группы, детки 3-4 лет, сейчас на вынужденных каникулах. Решение отправить ребят на карантин врачи местной поликлиники и администрации сада приняли в начале прошлой недели. 10 человек, и если в группе 33 человека, это уже 30%, поэтому мы группы закрыли. Сейчас в спальне игровой этой группы проведена санобработка, кварцевание. Остальные ребята по-прежнему посещают детский сад, проходят традиционный утренний фильтр, а если ухудшается самочувствие, ребенка изолируют и вызывают родителей. Заведующий детским садом пояснил, что в целом обстановка остается обычной, хотя в каждой группе есть ребята на больничном. Есть дети болеют, скрывать я не буду, потому что по городу эти случаи известны. И в данный момент несколько снизилась посещаемость, конечно же, но у нас это в зимний период это бывает часто такое. И как отметили сегодня в Управлении образования, города в 66-м саду сегодня карантин снят, а в 195-м саду детки вернутся в группу 21 февраля. А в школах обстановка на обычном для этого времени года уровне заболеваемости, пояснили в Управлении образования. Из рекомендаций врачей и специалистов Роспотребнадзора, не стоит пренебрегать правилами личной гигиены, почаще мыть руки, повышать стойкость организма к вирусам витаминами и до конца февраля стараться не посещать и не водить детей в места массового скопления людей.